У православных верников сёння Радовница – день поминания померлых. Свято по традиции преподает на девятый день после Великодня. В храмах проводят поминальные на боженствы. После их верники отправляются на могилки до места упахования своих родных и близких. Несут кветки, запаливают свечи и вспоминают с добрым словом тех, кто пошел с життя. В Радовницу люди приходят на могилки, чтобы поделиться радостью об воскресении Христа. Робят гэта, звычайно, празмолитвы, как у храмах, так и непосредственно на местах похования своих родков. Еще один сродок поминания померлых – милостина. Мается на увазе не только допомога тем, кто живет у Настачи, а и усиллякая справа, здействованная с добрыми намерами. Из года в год мы видим, как люди меняются. Они приходят на кладбище уже не обремененные такими большими сумками с едой, а приходят действительно помолиться за своих близких. А потом уже придя домой, собираются за столом поминальным, сидят, общаются и, конечно же, вспоминают своих умерших родственников. Сохранение памяти – это внимательное отношение к своей истории. А тот, кто помнит свою историю, у того есть и будущее. На Могилке у Весцы Барок Гомельского района люди съезжаются одразу после завершения литургии у храма Рожства Просвятой Богородицы. Тут ведают, что худка приедет святар с церковным хором и проведет панихиду, окропить святой водой могилы. По традиции, начинается все на месте похования Аркадия Поташкина, былого старшинника Лга Саурыцкая. Ее на свой час приклав шмат намаганию для будовництва церкви у поселку и у Воголи зарабил немало добрых справ на своем веку. Господь не держит зла на нас, Он терпелив и милостив, и ты хоть свой последний час скажи, прости, пожалуйста, я заблудился в тьме грехов, погряз растлений и блудности, избавь от тягостных оков, от ления непробудности. В конце этого стихотворения идет такая строчка, как я поздно осознал все это. И прости, Господь, пожалуйста. И поэтому в этой жизни, мне кажется, что единственное, у кого мы должны просить прощения, у Бога. Человек не выбирая, коли ему народиться, и тем больше, коли поустася перед Господом, а ли радовница, гэта на годы задуматься про то, что зарабил Христос для кожного человека. Евгения Кухаронных, Сергей Лукашок, Толя, Радоя Кампания, Гомель.